Рекламно-информационная программа Полезный город В эфире программа Полезный город У микрофона сегодня работает Светлана Занько Со мной в студии сейчас наш гость Директор компании Мастер Китс Официального делера завода по производству детского игрового оборудования Атрикс Александр Солодянников Александр, добрый день Добрый день Началось ли у нас лето, Александр? Да Чувствуете, да? Чувствуем, да Мы тоже чувствуем Практически лето наступило Мы все вышли на улицы, во дворы и парки Дети, родители проводят больше времени на свежем воздухе И занимают практически все существующие возможные площадки для активного отдыха А площадки у нас в городе разные Это не секрет, да? Где-то есть построенные по программе ППМИ новые яркие дворовые площадки Где-то управляющие компании потрудились, что такое сделали А где-то торчат старые металлические трубы Но даже на этих вот конструкциях, турниках и качелях таких раздолбанных Все равно тусуются, устраивают сейшены, например, подростки Я это замечаю, хотя площадки моего возраста Не буду говорить какого Но все представляют, какого возраста металлические площадки И совершенно очевидно, что в городе не хватает таких вот ярких, современных площадок И многие так называемые малые архитектурные формы, я имею в виду урны, скамейки, требуют замены Вот как сделать правильный выбор? Кто поможет с проектированием, с согласованием площадки в нашем дворе? Сколько это будет стоить? Вот те вопросы, на которые мы найдем сегодня ответы в программе «Полезный город» С директором компании «Мастер Китс» Александром Солодянниковым Правильно произнесла? Да, все верно Все хорошо, Солодянниковым Прежде всего нам необходимо произнести, Александр, официальные данные вашей компании Где вы находитесь и как юридически называетесь? Компания у нас называется «Мастер Китс» Мы находимся по адресу улица Солнечная, 14 Телефоны? Телефончики наши 78 95 81 И непосредственно мой прямой номер сотовый 8 922 927 34 70 Также у нас есть сайт в интернете Atrix43.ru Да, на сайте, кстати говоря, я сейчас нахожусь Он открыт у меня на рабочем столе компьютера Я вижу здесь все необходимые данные, каталоги, фото, видео, госзакупки даже, сервис, отзывы, контакты Можно заказать звонок, можно составить архитектурное решение вашей площадки предварительное И записаться на консультацию Все модули, которые вы предоставляете, на сайте тоже есть Мы поподробнее об этом поговорим прямо сейчас Ну вот представим себе ситуацию, когда собрались жильцы дома, например И решили построить себе детскую площадку Прежде всего, о чем они должны подумать? О зонировании, о зонировании своей территории Что вы имеете в виду? То есть отвезти место под детскую площадку Отвезти место под стоянки автомобилей И непосредственно размещение самой детской площадки Так, чтобы оно было предусмотрено для детей различного возраста Вот это очень важно Я не зря во вступлении заговорила про подростков Которые, обделенные такими вот площадками для активного отдыха Зависают на различного рода конструкциях И на стройках в последнее время очень активно лазят и устраивают квесты О подростках как-то мало думают Когда мы говорим про детскую площадку, все время малышей представляем То есть вы предлагаете людям, которые собираются во дворе своего дома Представить, сколько у них малышей, сколько у них подростков Чтобы каждый находил свое место Да, совершенно верно Сколько у них будет малышей и подростков уже Потому что малышам требуется одна зона Более такая спокойная Для того, чтобы могли они спокойно погулять, поиграть А подростки все-таки очень энергичные Поэтому им нужно и место побольше И оборудование немножко другого плана Чтобы они могли позаниматься, покачаться И то, и другое оборудование есть у вас в компании Да, конечно, оно представлено в различных вариантах Давайте мы поговорим тогда о малышах Прежде всего, на что обращают внимание жители домов Когда планируют площадку для детей младшего возраста Что обязательно на площадке должно быть? Для малышей, как всегда, выбирают, чтобы была песочница, чтобы была карусель и качель Песочница, карусель и качель И горочка, обязательно горка должна быть Это минимальный набор Песочница, карусель и качель и горка Это минимальный набор, да, действительно Я вижу, что у вас здесь есть различного рода качели Есть традиционные качели-балансиры А есть качели с такими гамаками, натянутыми между стойками Современные такие интересные И кроме того, малыши тоже очень любят карабкаться и лазить куда-то То есть веревочные конструкции такие есть специальные Это заказывают люди? Да, конечно, покупают, берут очень Представлены различные сетки, пирамиды представлены для лазания Они также подходят для малышей и детей среднего возраста, скажем, лет 10-12 лет Такие вот те, кто вступает только-только в подростковый возраст Да, такой переходный возраст Но я очень много замечала, кстати говоря, даже в некоторых наших детских парках Что действительно подростки дожидаются, когда малыши уходят И в отсутствие тренажеров для себя там каких-то, да, места для того, чтобы проводить активно отдых Начинают на этих качельках там раскачиваться И так-то ломается у нас оборудование очень часто Если мы хотим учесть этот момент, да, к тому же наши малыши тоже вырастут Какую зону вы рекомендуете организовать для подростков? У них будет своя зона, она больше будет направлена на спортивную зону Чтобы были элементы турники различные, тренажеры обязательно Спортивная? Да, больше спортивная зона Волейбольные, баскетбольные площадки Волейбольные, баскетбольные площадки, да Баскетбольное кольцо очень сейчас популярно тоже, занимает немного места Да, футбольная, футбольная, хоккейная коробка А если нет большой территории такой, как футбольная, хоккейная коробка, чем можно обойтись? Площадки для воркаута Для воркаута, да Да, площадки для воркаута Я вот вижу у вас воркаута Исправляйте меня не шепотом, да Я не очень профессионал в этом Я понимаю, что это обозначает иностранное слово Но тем не менее, они у вас представлены на сайте И они представлены различного рода модулями Какими? То есть там, значит, воркаут, это вообще, может, чтобы понимание было Это элементы упражнений, которые управляются на специализированном оборудовании Оно отличается непосредственно от других элементов То, что оно можно регулировать И используется более толстостенная труба Используются элементы хомутов Где можно регулировать непосредственно самые перекладины Выставлять их на определенной высоте Чтобы можно делать различные перевороты Раз уж вы меня поправили про воркаут Это что значит воркаут? Это выйди наружу, да Если говорить, гуляй на улице Переводится слово Я вот сейчас на страничке как раз оборудования для воркаута И это замечательное совершенно модульное оборудование Множество турников, перекладин и скамеек И вот модули сконструированы по-разному Брусья различные Для того, чтобы можно было подросткам силу свою развивать То есть не просто сидеть на скамейках и качельках раскачиваться А действительно заниматься каким-то спортом Их очень много Они в сдержанных таких тонах И действительно из этих модулей можно составить любые совершенно программы Много ли заказывают, кстати, такого оборудования для подростков? Ну, с каждым годом все больше Потому что входит все-таки спрос Потребности уже получаются Людей сформированы Да, потому что я помню, что Когда говоришь о детской площадке Уже об этом говорила Сразу раз дети, песочница и горка А подростки-то куда? Вот куда им после того, как им исполнилось 12 лет деваться? Здесь совершенно замечательные Вашей компании модули представлены Раз уж заговорили о материалах И Вы сказали, что на площадках для воркаута Используются материалы усиленные Да, потому что вот нагрузка большая Спортом занимается Крутятся на турниках и брусьях Какие материалы все-таки используются для детских площадок сейчас? Вот эти цветные яркие материалы Что это такое? Пластик, резина, металл? Мы используем в своем производстве Влагостойкую фанеру Клееный брус Цинкованный металл Порошковую покраску В принципе, есть у нас горки Пластиковые, металлические То, что тут уже на выбор Это все сертифицированные материалы? Это продукция сертифицированная, задекларирована Цветовая гамма Она по выбору? То есть Или она уже на этих модулях закреплена? Она по выбору, да Мы действительно можем сделать цветовую гамму В любом варианте В том числе привязать какую-то концепцию двора Может цветовое решение непосредственно самой застройки Мы это можем сделать Также по материалам Есть современные материалы Которые к нам пришли из Европы Это HPL панели Ой, что это такое? Это замена влагостойкой фанеры Которую используют большинство производителей Это HPL, это композитный материал Он также представлен в различных цветах То есть материал Он На этот материал, можно сказать, есть пожизненная гарантия Он не выцветает, не выгорает, не истирается С ним абсолютно ничего не будет Действительно Вот я сейчас зашла у вас на страничку Которая называется «Монструм» На ней еще не была Даже когда готовилась к программе Это такая альтернатива Уже теперь достаточно привычным Ярким и, кажется, вот этим пластиковым Металлическим площадкам Вот это та самая фанера, о которой вы говорите Нет, это вообще «Монструм» Это направление детских площадок Назовемых, скажем, арт-объектами Там видно, что они сделаны в виде фигур Скажем, там есть у нас акула То есть это очень современные детские площадки Которые очень популярны в Европе У нас еще есть понимание, что детские наши площадки Это горка, качель, карусель Достаточно такой стандартный набор И они выглядят очень стандартно, однотипно Немножко, если посмотреть зарубежные сайты Как детские площадки То они вот как раз будут выглядеть Как наше новое направление Как монстр Да, мы уже готовы Да, мы готовы к этому К этой тенденции, которая к нам, я думаю, придется В ближайшие годы Она не только придет, она уже требуется Недавно у нас был эфир, где мы обсуждали Благоустройство дендропарка И власти нам говорили о том Что планируется там детская площадка Тут же позвонила слушательница И сказала, что не надо нам там детской площадки Зачем нам портить природный объект Она туда не впишется, потому что Действительно у нас у всех в представлении Укоренились либо металлические Либо вот эти яркие новые площадки И, конечно же, в природном объекте Меньше всего хочется видеть что-то такое Что, ну вот, все-таки достаточно городское И нарушает природный пейзаж Вот действительно этот монстр, который мы здесь Сейчас видим, он совершенно В природных цветах И ощущение, что в природных материалах И я вот лично только за Если у нас и во дворах будут появляться Такие природные объекты Для того, чтобы архитектура как-то Да, она складывалась В соответствии вот с этой экологической Такой вот темой Здорово, что у нас такое появляется Хотелось бы видеть первые дворы Где появятся именно такие объекты Они уже есть у нас или еще пока нет? Еще нет Может быть, после нашей программы Появятся первые люди, которые это сделают Да, в парках именно эта тема Очень хорошо будет вписываться Очень органично Даже не нарушаясь взять тему парков Она не будет никак нарушать природу Она будет вписываться в окружающий ландшафт Но вот то, что у вас представлено на сайте Это окончательное предложение Или можно что-то еще придумать, конструировать? То есть это направление у нас очень живое Мы индивидуально подходим к этому направлению Мы готовы развиваться в этом направлении И совместно как-то проектировать его То есть если взять парк То фантазии тут ограничиться Просто поставить горку, качель, карусель Это достаточно очень примитивно, считаю Нужно подойти более широко Использовать фантазию Можно использовать даже этот же ствол дерева Как детская площадка разного уровня От нее пустить различные канатные дорожки Сетки Это будет все очень органично вписываться Это, кстати, хорошая история Также для частных домов, загородных домов У которых большая прилегающая территория От этих наших, по-моему, предмет мечтаний Предел мечтаний каждого ребенка Домика на дереве До монструмов, которым они будут приближаться Спускаться с этого домика Интересно Интересно знаем, чьи координаты дать Тем, кто будет благоустраивать дендропарк Итак, возвращаемся мы Сейчас к решению жильцов Которые решили, что у них во дворе Должна быть детская площадка Вот они пришли к вам Они сказали Да, мы хотим, чтобы у нас маленькие дети здесь были Вы им напомнили, что есть подростки для них Вот они тут выбирали очень много разных модулей Дальше Что вы у них спрашиваете? Наверное, собственно говоря Какое основание вы имеете? Какой у вас земельный участок? Здесь с какими проблемами жильцы могут столкнуться? Здесь у нас проблемы могут быть в сетях Непосредственно в городе У нас вопрос по сетям То есть мы должны взять выкопировку Посмотреть, есть ли на этом участке Где планируется размещение игрового оборудования Самой детской площадки Находятся ли там сети Водопровод, газ, канализация, электрокабель Часто ли вы сталкиваетесь с проблемами на таких участках? В каждом дворе В каждом дворе Сети у нас расположены по старинке По старинке Где попало и повсеместно По прямой По прямой Что в итоге приходится делать? Вот вы получили выкопировку А где, кстати, берут жильцы выкопировку этого участка? В администрацию В администрацию, да В теруправлении Им там подскажут Вот они вам принесли И дальше их прекрасная мечта начинает трансформироваться Что приходится делать? Каким хитростям прибегать? Ну, естественно, приходится вписывать, наверное, ту площадь, которая у нас есть И вписываться, расположить именно то оборудование, которое по потребностям людей Приходится ли так вот единый Можно ли сделать так, что раз есть там рассекают эти сети Можно ли единый блокплощадки, к которым мы привыкли, разбить как-то на несколько частей Или это не принято? Да, можно сделать зонирование площадки Также можно очень хороший вариант использовать Когда разбить на различные возрастные группы эти же самые участки То есть отвезти для детей младшего возраста, для детей постарше, для подростков А что необходимо, чтобы оставалось над коммуникациями? Просто газон или дорожки могут какие-то прокладываться? То есть что в требованиях заложено? Если там во дворе коммуникации, между ними могут располагаться различные площадки А над самими коммуникациями трава? Может оставаться газон Оставаться газон, который можно снять, произвести необходимые работы и положить обратно И положить обратно Это сложная такая процедура Конечно, хорошо, когда помогают специалисты, которые смотрят на твой участок и говорят Мечта у вас прекрасная, давайте мы ее приведем в соответствии с теми коммуникациями, которые мы имеем А дальше ведь все это нужно согласовывать и утверждать И это тоже, наверное, непростой процесс Да, мы окажем помощь в согласовании, прохождении согласований Также перед началом работ нам нужно обязательно взять ордер на земляные работы для проведения Это вы сами делаете? Да, конечно, это непосредственно делает подрядчик, который производит работы Это обязательно То есть если к вам приходят люди, им нравится с вами работать, вы помогли им составить площадку Вы объяснили, с чем они столкнутся при согласовании и так далее Вы заключаете договор, дальше делаете уже вы все сами Да, мы доведем от начала до конца Получите все необходимые ордеры, согласуете все, что нужно и начнете работать С чего работа начинается на площадке? Непосредственно во дворе? Непосредственно во дворе? Ну, делается планировка участка Планировка завозится материалы, которые у нас были выбраны по проекту Это может быть ПГС Расшифровывайте, мы не понимаем, что такое ПГС Песчано-гравийная смесь, гравий Может быть устройство резинового покрытия Это мы сейчас говорим как раз об основании площадки Да, об основании Пол, что называется Тут тоже люди выбирают либо гравий Да, конечно, да Либо песчано-гравийная смесь, как вы сказали Либо вот это вот резиновое Резиновое покрытие, да А что сейчас люди предпочитают? Резиновое покрытие или песчано-гравийную смесь? Предпочитают, конечно, резиновое покрытие Почему? Оно более травмобезопасное Но это для малышей особенно важно, да? Да, и при том можно с помощью резинового покрытия Можно нарисовать рисунок, нанести разметку, то есть сделать площадку цветной, основание сделать цветной, не однотонной. Ну вот вы завезли песчаногравийную смесь или резину, сделали основание. Дальше как работы протекают? Дальше мы приступаем к установке самого оборудования. Как долго вы занимаетесь установкой одной площадки? Все будет исходить из объема оборудования. В среднем нам уходит от одного до трех дней. От одного до трех дней, то в течение недели вы точно уложите для монтажа площадки. То есть больше времени, конечно, выбор проекта и согласование занимает. Да, все верно. Кстати, на проектирование и согласование сколько обычно времени уходит? Там побольше. На проектирование может уходить до недели, но и согласование дней 10 займут. Ну то есть полмесяца можно уложиться, если жители не будут спорить между собой, а все-таки будут конструктивно мыслить и договариваться. И дальше неделя и площадка у вас есть. Счастливые жители с этой площадкой проводят лето, дальше проходит зима, они выходят на улицу и видят, что наши предпогодные условия подействовали на площадку, там где-то что-то потерлось, тут отвалилось, тут прогнило. Или с современными площадками этого не происходит. Наши-то железные, деревянные, как я помню, каждый год требовали покраски. Наши детские площадки также очень долговечные, используют современные материалы. С ним ничего не страшно. Им не страшно выцветание, погодные условия, скрипады температуры. Гарантийные сроки ведь есть какие-то, да? Да, обязательно гарантийные сроки. То есть жизнь площадки, назовем ее функциональной, то есть не менее 10 лет. Не менее 10 лет. А документально это как-то фиксируется, что гарантийный срок такой-то? Да, гарантийный срок непосредственно жизни площадки. Но нужно соблюдать определенные правила, нужно ее обслуживать, эту площадку, прежде всего. То есть если есть нормальное обслуживание, вы, как подрядчики, которые устанавливают площадку, гарантийный срок какой устанавливаете? Гарантийный срок будет не менее года. Не менее года. Не менее года. Что значит соответствующее обслуживание? Как нужно обслуживать площадку? То есть обслуживание площадку должен произведить специалист, имеющий определенную квалификацию и опыт. Что включает в себя обслуживание? Это каждый день визуальный осмотр, плановый осмотр, который будет регламентироваться. Это может быть раз в неделю, раз в месяц. И ежегодный уже технический осмотр, где специалист уже непосредственно осматривает площадку, более подходит тщательно, все записывает. И ведется журнал. На каждый осмотр делается запись. Подождите, в реале это так и происходит у нас в нашей площадке? Так нужно делать. Так нужно делать. Так правильно делать. И тогда это кто должен быть специалист? Специалист подрядчика или это специалист управляющей компании, или это дворник Васи? Кто это может делать? Специалист, имеющий квалификацию. Где его взять? Можно обратиться к нам. Если в управляющей компании есть такой специалист, скажем, инженер, он имеет квалификацию, имеет опыт, знает, как нужно хотя бы вести журнал, знает, как нужно осмотреть детскую площадку. В принципе, он тоже может осуществлять осмотр. Ну вот по опыту как это все-таки у нас происходит? По опыту, наверное, все-таки не нанимают специалистов, да? По опыту нет. Но чтобы воспользоваться гарантийными обязательствами, чтобы площадка служила дольше, лучше бы это делать. Есть ли такие инженеры в управляющих компаниях? Есть ли у нас управляющие компании, которые действительно специалистов готовят, и у них за площадками они следят? Ну, честно скажите. Честно. Пока нет. Потому что, вы знаете, мы недавно тоже участвовали в площадке благоустройства, в устройстве площадки ППМИ, замечательную совершенно баскетбольную, волейбольно-теннисную площадку, красивую, освещенную, большую сделали. Когда ее закатывали, только по нашим звонкам приезжали и исправляли все укладчики, потому что были дыры, прошел дождь, и мы увидели, что лужи стоят. Потом было, значит, покрытие вот это резиновое. Лето более-менее один месяц она отслужила. Вот сейчас пришла там, например, весна, все растаяло, и мы увидели, что провалилось основание этой резиновой. А контракта на содержание нет никакого. И что теперь делать жильцам, которые так радостно скидывались деньгами и открывали эту площадку? Это дилемма, понимаете? Кому сейчас обращаться? Как вот, где находить, где вот находить виноватых, и кто это будет обслуживать? А в случае, если у тебя есть контракт на обслуживание, то этих вещей можно избежать. Да, можно действительно избежать. Это нужно было предусмотреть договор. Я надеюсь, что мы все-таки все больше и больше будем становиться людьми цивилизованными и будем думать наперед. Раз уж мы вложились деньгами в серьезные реконструкции своего двора, то мы будем нанимать специалистов, которые будут за ними следить. Но, наверное, это очень дорого. Это, наверное, смущает людей. Это я не думаю, что стоит таких больших денег. Это все просто окупается. Это все окупается. Окупается долговечностью площадки. Да. Вот в среднем какие по площади заказывают площадки наши дворы? Сколько элементов, может быть, от этого будем исходить? В среднем, наверное, элементов 7-8 иногда. Элементов 7-8. И дальше уже по возрастающих. То есть, слава богу, что не четырьмя какими-то тремя элементами обходится. Все-таки старается сделать ее пообширнее. Это хорошо. Сколько стоит вот такой средний проект для жителей? В среднем самый минимальный сейчас проект, наверное, 1150 будет стоить. Ну, 1150, это, я вам скажу, даже укладывается в городской грант в какой-нибудь. Не только в ППМИ. Потому что по ППМИ, по проекту поддержки малых инициатив, и по миллиону, и по полтора миллиона вкладывают. 150 – это вполне себе подлинг. Это самый минимальный. Это самый минимальный. Есть городские гранты, есть гранты различных обществ и фондов, которые сейчас можно тоже выигрывать. И самое главное – проект поддержки местных инициатив, который правительством поддерживается, он будет продолжаться. То есть, он позволяет сделать площадку практически любую. Любую, да. Абсолютно любую. И даже вот эти, которые мне так понравились, монструмы. Из природных материалов, с природными объектами. Совершенно замечательно. Действительно такими красивыми европейскими, самое главное, сочетающимися с ландшафтом. Это здорово. Кстати, вот что касается ППМИ, проекта поддержки местных инициатив. Очень часто, вот в нашем дворе мы так и не смогли сойтись с людьми, и всё застревает на первоначальном этапе, когда говорят, ну набросайте нам хотя бы какой-то проектик. И все стоят в ступоре, потому что нет ни инженеров, ни архитекторов, и не знают, как этот проектик ваять. То есть, если мы хотим участвовать в ППМИ, мы к вам приходим, вы нам это сделаете? Да, мы вам сделаем. Потому что я вижу, что у вас на сайте прямо даже отдельно выделена такой заставкой «Комфортная городская среда». То есть, запускаем проекты «Комфортная городская среда», ППМИ и ТОС. Что это значит? Как вы запускаете такие проекты? Мы помогаем жильцам с выбором оборудования и реализацией. То есть, если к нам обратились жильцы дома, клиенты, они будут нас уверены, что мы действительно реализуем этот проект именно в том варианте, в котором они выбрали, и он будет доведен до конца. Ну, кроме того, что вы там детские площадки можете по «Комфортной городской среде» ППМИ и ТОСам делать, вы же и малые архитектурные формы можете поставить, скамейки и урны в каком-то едином ансамбле. Наибольшей популярностью какой и какие сейчас пользуются формы в урнах и скамейках? Это, между прочим, непраздный вопрос. Ну да, это достаточно обязательно. Во дворе в каждом должна быть ловка и урна. Это в основном ловочки идут. Без спинок? Без спинок. Стараются без спинок, потому что у нас молодежь сидит на спинках. А это потому, что у них воркаутов нет. Вот если воркауты поставят, то не будут на спинках сидеть, и старушки спокойно смогут облокотиться. Согласны со мной? Да. Правда же? Когда для каждого есть своя зона, то никто не будет посягать на спинке этих несчастных скамеек. Я очень разочарована тем, что до сих пор лавки, и до сих пор с той точки зрения, что их могут сломать или сидеть на спинке, а не на сидении люди. Значит, что касается госзакупок, я вижу, здесь, и участия в комфортной городской среде. Это как происходит? Это к вам муниципалитеты обращаются? Или это тоже сейчас обращаются ТОСы и Советы домов? Тут непосредственно жильцы формируют заявку в муниципалитет, что они хотят видеть во дворе, участвуя в программе. То есть это комфортная среда, мы говорим, полностью ремонта двора, асфальтирование территории, устройство детской площадки. Соответственно, на каждом этапе они обращаются к нам, если взять детскую площадку, то к нам приходят, и непосредственно уже в муниципалитет, в администрацию предоставляют свой вариант проекта и свои пожелания, что бы они хотели видеть в своем дворе. Потому что это все жильцы сейчас решают, и это правильно. И это правильно. Я напоминаю, что это программа «Полезный город». У микрофона работает Светлана Занько, а в студии сейчас наш гость – директор компании «Мастер Кидз», официальный делерозавода по производству детского игрового оборудования «Атрикс». Компания находится по адресу улицы Солнечная, 14 в городе Кирове, телефон 78 95 81, а сайт atrix43.ru. Достаточно подробно, мне нравится, как выглядит ваш сайт. Действительно, там любой человек совершенно может зайти, и для него будет все совершенно понятно, где и как, и в чем он может участвовать. Для вас у меня еще один вопрос есть, Александр. Во-первых, мне, конечно, очень приятно с вами познакомиться, потому что у нас здесь очень много программ, которые посвящены комфортной городской среде и ТОСам. Понятно, кто теперь хотя бы работает с нашими ТОСами и как он работает. Скажите мне, пожалуйста, как эксперт теперь? За последнее время, ведь не первый год уже работает ваша компания, увеличилось ли количество заявок, которые поступают в вашу компанию, именно по различным детским площадкам и малым архитектурным формам? Или все время стабильно как-то держится это число? С каждым годом это растет. Потребность растет в детских площадках, и население видит, что дворы становятся больше, более комфортно. И, как ни странно, где мы ставим детскую площадку во дворе, детей становится очень больше. И жильцы сами удивляются, откуда же у нас столько детей. Раньше никогда такого не было. И, наверное, не только потому, что они во дворы выходят, это потому, что мамы видят, что есть условия, где этим детям гулять. А, к сожалению, в некоторых микрорайонах нашего города мы до сих пор видим, я знаю, такие районы на Юго-Западе, где все дворы колодца заставлены автомобилями. А детская площадка ютится между автомобилями страшно совершенно. И где эти дети гуляют, совершенно непонятно. И тут, конечно, требуются какие-то комплексные решения и по выводу этих автомобилей за пределы двора, и по озеленению и увеличению вот такой территории. Между прочим, когда планируете вот эту детскую площадку, поговорите, что требуется озеленение, что хорошо бы вам посадить тут деревья. Это ли это не ваше дело совсем? Нет, почему? Деревья остаются. Мы также предлагаем вариант. У нас по малым формам есть и клумбы, различные варианты, где можно поставить. Тоже. Ну, я сейчас прямо смотрю, действительно. Да, да, есть у вас и клумбы. То есть все вот в комплексе, чтобы природные объекты были, да, и игровые какие-то объекты. Да, совершенно верно. Хорошо. Ну, что же тогда? Тогда можно только пожелать людям, у которых есть необходимость и стремление улучшить свой двор и увеличить количество детей в этом дворе, принять решение и позвонить в вашу компанию. Назовите еще раз ее координаты. Мы находимся на улице Солнечной, 14, телефончик 78 95 81. Компания «Мастер Хитс». И ее руководитель, который был у нас сейчас в гостях, Александр Солодянников. Есть, между прочим, телефон контактный Александра, 8 922 927 3470. Пусть ваш двор будет красивым и уютным. Программа «Полезный город» завершена. С вами была Светлана Занько. Полезный город Компания «Полезный город» 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 Компания «Полезный город»